До 10% пассажиров общественного транспорта Тверской агломерации не платят за проезд. Таковы данные компании-оператора «Транспорт Верхней Волжья». В поимке зайцев участвуют не только контролеры. Постоянно внедряются новые современные технологии. Подробности у Романа Быкова. К такой интерактивной карте в офисе транспорта Верхней Волжья журналисты уже привыкли. На ней отображается движение всех автобусов. В каждом цифровая начинка включает в себя еще и специальные датчики. Они расположены над дверями и считают, что называется, по головам всех сюда входящего. Ну и выходящего, конечно, тоже. Соответственно, система оплаты проезда понимает, сколько транзакций прошло от каждого валидатора. И также считает все транзакции, которые образовались у водителя, когда ему, соответственно, он продал билет за наличный расчет. Поэтому мы точно знаем, сколько людей оплатило в каждом автобусе. А значит, легко вычисляется и число тех, кто прокатился на халяву. Такие данные отражает тепловая карта. Еще одна техническая новинка. При этом в компании «Транспорт Верхней Волжья» поясняют, что тепловая – это не значит, что кондукторы ходят с тепловизорами и по температуре тела вычисляют без билетников. Нет, просто факты бесплатного проезда отражаются более ярким цветом. А самих зайцев ловят вполне традиционным методом. Контролеры. Когда сами по себе, а иной раз и вместе с полицией, они проверяют у каждого пассажира наличие оплаты. Из современных технологий вот такие сканеры. Каждый день где-то от 6 до 10 штрафов берем. Половина возмущается. В основном, что у вас не работают валидаторы. Вот все вот такое. Хотя аппаратура у нас сейчас хорошо вся работает. Половина признает свою ошибку. И совершенно спокойно реагирует на наши повестки, которые мы им выручаем. Тепловая карта же позволяет отследить и наиболее проблемные места, а также маршруты. Таковыми являются, например, девятка и двадцатка. Что касается географии, то чаще всего люди входят и выходят, не заплатив ни копейки, на речном вокзале, а также на площадь Капашвара. Почему именно центр, объясняется просто. Если учесть, что зайцы – это, как правило, молодежь. Наиболее часто нарушают люди возраста от 17 до 20-22 лет. То есть молодые люди. Поэтому те маршруты, которые сопряжены с подвозом людей к учебным заведениям, они наиболее проблемные у нас сейчас. В среднем ежедневно в Твери ловят до 500 безбилетников. И это немного на фоне того, что каждый день автобусы перевозят до 230 тысяч человек. Потому-то на транспорте Верхневолжья и внедряют все новые и новые технологии, как та же тепловая карта. Ведь по оценкам специалистов предприятия, в реальности зайцы составляют до 12% от всех пассажиров. К слову говоря, тоже не самый плохой показатель. Например, в соседнем Москве бесплатно ездит чуть ли не каждый третий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова